Приветствую уважаемых участников мероприятий. Меня зовут Артём Светлов. Сегодня я расскажу вам о некоторых новых методах использования панорамной камеры для сбора поливых данных в OpenSightMap. Эта история началась прошлой осенью. Я в прошлый раз выступал и рассказывал про использование дрона, квадрокоптера. После чего меня пригласили в командировку в дакистанский заповедник, и я там неделю снимал гору с квадрокоптера. Получился вот примерно такой охват. Вот такая территория с таким пространственным разрешением. Это около чуть лучше полу метра. Снималось это за неделю на квадрокоптер DJI Phantom 4. Затем я приехал в Москву и стал размышлять. После того, как я всё это склеил, я это склеил где-то через два месяца. Проблема в том, что у меня квадрокоптер модели DJI Phantom 3 в заповеднике снимал на DJI Phantom 4, и у них очень большая разница в площади, которую можно снять за один гулет. Вот такая визуализация. Вот такая территория снята на 3-й Phantom. Вот такая территория снимается на 4-й. Разница приблизительно такая. Третий Phantom стоит около 45, DJI Phantom 4 стоит около 70 тысяч. То есть вот такая вот разница. А затем этой весной я квадрокоптер разбил, то есть он сам разбился. Было это так, это было где-то апрель, я снимал вот в этом месте около Певелевского вокзала, нашёл там сквер. Вот, ну всё было нормально, но при посадке квадрокоптер почему-то улетел с дерева. Вот, я хочу показать этот ролик, потому что сейчас большой хайп про квадрокоптеры, следует учитывать, что он может разбиться совершенно в любое время. На парашют. Ну, не продают. Защита. Вот, вот я сейчас снижаюсь нормально прямо в землю, а сейчас патрокоптер почему-то прилетит в бок. Вот, скорее всего это было из-за автампорового ветра, в общем у квадрокоптера оторвалась фотокамера. Вот, если кто хочет, я могу его продать под восстановление. Восстановление стоит около 6 тысяч рублей. Вот, я значит посмотрел сколько стоит восстановление, вот, и подумал, что как-то не стоит тратить на это деньги. Потому что я провёл небольшой анализ, я взял и нанёс на карту точки, где в Москве можно спокойно запустить квадрокоптер. То есть там, где тебя не видят милиционеры. Вот. Вот. Ну, это часть точек, то есть я нанёс те места, которые я знаю, то есть их где-то должно быть в 3-4 раза больше, но примерно такая точность. Вот. Если нанести точки, то видно, что таких мест много. Вот. Но если вокруг каждой точки построить буфер, с таким расстоянием, в котором можно долететь за один заряд аккумулятора. Получается вот такая зона, она довольно оптимистична, но на самом деле довольно меньше. То есть, что большая часть территории Москвы с квадрокоптером вообще не получится, пока официально не разрешат им пользоваться. Спасибо. Вот. И поэтому я решил купить панорамную камеру. Потому что, если ездить с панорамной камерой на велосипеде, то для велосипедов доступно гораздо больше пространства в Москве, и можно получить гораздо больше полезной информации для уточнения OpenStreetPack. То есть, вот эта визуализация показывает отмеченные места, которые стоят на расстоянии 10 метров от всех дорог, по которым можно проехать на велосипеде. То есть, вот видно, что таких мест гораздо больше. Значит, у меня до этого в 2017 году была уже панорамная камера марки Ricoh Teta, но она через полтора года почему-то перестала включаться. Но, к счастью, сейчас появилась в продаже другая модель, более дешевая, возможно более удобная, от фирмы Xiaomi. Стоит она, теперь не дорого, она стоит 15 тысяч. Прошлую я покупал за 28 за вставкой из Лос-Анджелеса. Это я купил за 15 тысяч за вставкой из Субрешки. Из Лос-Анджелеса ее везли где-то недели три, Субрешки везли где-то дня два. То есть, гораздо удобнее. К камере я купил специальную палку для селфи, которая не гнется, в отличие от прошлых шести палок. И рюкзак, который нацепляется. К сожалению, во время опытов с панорамной камерой у меня забавил Google. Я кончил с места на Google Drive, который мне дали на время. Поэтому я в качестве слайда гружу на XGIS-ком. Вот так выглядит камера. В отличие от Ricoh, у нее преимущество в том, что можно в нее подключать провод для заряда и на время фотографировать. Кроме того, у нее сменные карточки. То есть, теперь с ней можно ездить весь световой день и снимать все без остановки. На камере есть кнопки включения, включение Wi-Fi-передатчика и кнопка спуска. Передом кнопкой спуска пользоваться невозможно, потому что рука закрывает половину кадра. Все управление ей осуществляется также, как у Ricoh с Wi-Fi. С камерой можно ходить, но гораздо полезнее с ней ездить на велосипеде. Сейчас я продемонстрирую способ, как ее крепить к рюкзаку. Небольшое включение кружка очумелой ручки. Для этого нужен рюкзак с такими боковыми лямками. Покупается в каком-нибудь спортивном магазине. Нужна боковая лямка и вот эта вот сбоку штука. Вот такой монопод. Я использовал палки для сылфи, но они сейчас какие-то плохие. все время люфтят, то есть камера дрожит. Также потребуется шнур для камеры. Потребуется... Сейчас, где сама камера? Я ее все время теряю. Сама камера такая маленькая, я ее все время теряю в карманах. Потребуется второй шнур для смартфона. Потребуется аккумулятор для камеры. Потребуется... И еще один аккумулятор для смартфона. Потому что энергия кончается у них одновременно. В принципе, все довольно просто. Камера привинчивается. И можно вот так вот с ней ходить по улице и снимать в автоматическом режиме. У нее есть интервальная съемка. Интервал где-то от двух с половиной до 15 секунд. Интервал меняется сам в зависимости от того, сколько свободного места осталось на карточке. То есть это недокументированная особенность. Я ее случайно обнаружил недавно. Крепление в карзаку очень простое. Так, сейчас еще одну штуку. Для крепления понадобится какая-нибудь веревочка, Которую можно... На них еще разные бэджики с конференцией вехать. То есть можно... Все были на каких-то конференциях. Наверное, когда там есть что-нибудь полезное осталось. Вот примерно такое крепление. Рюкзак вешается на спину. И затем, если вот так ехать на велосипеде, то получается все довольно... Получается довольно хороший обзор. Вот. То есть такой очень... Очень простой, удобный способ. Можно вопрос? Ну, конечно, я успею, камера же под углом будет. А! В камере находятся датчики угла поворота, которые при пост-обработке фотография автоматически поворачивается. Иногда ровно. То есть вот в этом преимущество панорамных камер, по сравнению с обычными камерами, у них внутри датчики наклона, то есть... То есть камеры можно поворачивать в любом направлении. Вот так вот. Все будет нормально. Дальше... Как фотография обрабатывается? На выходе получаются фотографии примерно вот... Вот так выглядят файлы. Это два изображения. Вот. На этой фотографии видно, что они снимаются с перехлёстом. То есть вот это же место видно на двух кадрах. Это позволяет сшить фотографии довольно хорошо, то есть без видимого шва. Вот. Вот. Далее эти фотографии обрабатываются доступным приложением, которое есть только под Windows. И... И оно работает, к сожалению, довольно медленно, и оно вылетает через 40 минут работы. В этом случается основная проблема, потому что обработка идет долго, и нам ничего оставлять нельзя. То есть она... Вот. То есть я... Ездил... Я ездил, к примеру, все воскресенье, прошлое, и фотографии у меня до сих пор так и не обработались. Вот. Значит... Да, значит. Вот. На выходе, получается, вот такие кадры. Это стандартная проекция, экректангулярная. Соотношение сторон два к одному. Вот. И их можно грузить на Mapillary. Вот. На Google Earth их грузить нельзя, потому что там не хватает тегов. Их нужно самому добавлять. Я... Этим я еще не успел заняться. Так. Значит. Основная проблема с поворотом, основная проблема этой камеры в том, что данные датчиков углов поворота записаны в бинарном виде. Вот. У камеры Риках они записаны как две цифры. Их можно передать в утилиту Nona, который входит из пакета Hugin, и он все это повернет правильно. Его тогда можно запускать в пакетном режиме через консоль. Вот. Эти данные я пробовал их дешифрировать. Вот. Но... Я где-то читал, что это 4-байтные флоты. Вот. Но там число байта, оно как-то не кратное 4-ом. То есть я так и не понял, как их можно дешифровать. Вот такая вот задача для хакинга. Так. Значит. После того, как получились такие камеры, их нужно вручную перевязать координатам Джосли, и только в нем, потому что только в нем это нормально работает. То есть нужно писать трек на смартфон. Вот. Получается вот такой трек. Потом в него нужно добавить изображение. Так. Потом нужно разобраться со смещениями часовых поясов. В общем, 0. Вот, в общем, как всегда. Вот. И... В общем, смысл в том, что вот фотографии потом прикрепляются к треку. Вот. И можно вот использовать Джосли, можно их... Можно так вот подобрать их смещение в секундах так, чтобы координаты были реальные. Вот. Затем вот этот плагин в Джосли записывает координаты в экзив теге. И далее их можно загружать на мобиллари. Мобиллари, если кто не знает, это такой сервис коммерческий. Такой шведской компании. Его смысл в том, что они как бы конкурируют с Google Earth. Но... Фотографии, которые туда грузит пользователь, они доступны по лицензии с C-байса. То есть это... То есть эти фотографии открыты, и их можно использовать для уточнения OpenStreetMap. Выглядит это примерно так. Такой шведской. И мы максимально используем. И мы можем использовать для уточнения что это мобиллари, и так далее. И мы можем использовать для уточнения, вот это мои панорамные фотографии по москве получается фотографии приблизительно вот такие вот то есть вот можно между ними перемещаться стрелочки рисуются автоматически зависимости от координат разрешение получается приблизительно вот такое то есть некоторые детали видны и разрешение тут не уже несколько больше чем на прошлой камере но к сожалению название на табличках пока еще не видно но эти данные можно использовать например для определения дорожного покрытия например плиты или грунта также на сервере они правильно раскладываться если в одном месте снято несколько фотографий в разной даты вот это 2016 года 2018 все переходит до другой очень хорошо и если я читал что некоторые люди используют эти фотографии для уточнения образа видна это делается так то есть с этим можно работать и в редакторе в браузере как с ним работать я не знаю никогда не пробовал то есть вот можно например определить вот например есть парикмахерская вот тут тоже есть парикмахерская но можно например добавить тег что она недоступна для маломобильной группы населения вот такой вот такое использование ну честно говоря я сам эти фотографии для уточнил для уточнения консерта не использую потому что это очень долгое я использую панорамную камеру и мобилере как просто как повод покататься на велосипеде потому что и просто ездить на велосипеде скучно а когда ездишь и и постоянно с тобой появляются новые линии это гораздо веселее вот в качестве примера сколько можно снять за один день так и уже входил вот 35 километров за день вот получается вот примерно такой трек вот и потом вот и потом тоже день еще 20 вот и все это благодаря тому что эту камеру можно подзаряжать во время движения то есть к ней можно подключить шнур и засунуть его рюкзак который лежит аккумуляторной батареи с прошлой камерой такого было сделать нельзя теперь с ней можно ездить хоть целый день то есть один нюанс когда карри подключен провод и почему-то все прохожие начинают замечать что это камера когда провода нет никто не замечает что это камера а что-то говорят? да они все говорят но я их просто не слушаю я же на велосипеде они меня не догонят ну кстати нет вот я ходил без провода но все равно люди видят и замечают ну в основном провожают взглядом мимо а некоторые что ну чо снимаешь а некоторые словно провожают мимо ну да в общем вот какой эффект какое полезное применение от мопилори например зверик сделал валидатор для импорта каких-то продовольственных магазинов вот и он сделал валидаторе ссылку на фотографии этого магазина на угле или на мопилори например на мопилори можно посмотреть какая вылезка в этом здании есть ли там действительно этот новый магазин или нет так же с панорамной камерой можно делать вот такие штуки которые называются фотограмметрии я пробовал с нее загружать кадры с нее в софтфотоскан получились только очень нормально получается только видео которое я снимал внутри помещения например внутри вести миллиметров вот я пока еще не знаю как можно это использовать практически но если найти софт чтобы вручную это векторизовать то таким образом можно получать обмеры интерьеров помещений и например это используют для indoor маппинговой см вот это у меня получилось раскрашенный облака точек вот меж и текстуры с этой камеры получается плохо то есть облака точек получается лучше а вопрос, ты загружал именно видео? да, я просто разрезал по кадрам где-то а ты разрезал по кадрам и загрузил? да, это одной командой в терминале где-то 2 или 3 кадра в секунду все подбирается видео было вот dual фиша или уже склеено? склеено я пробовал еще загружать видео с одного с одного объектива круглого но из него ничего не получилось то есть вот еще такое перспективное применение а такой вопрос, координаты не как записаны через какое время? просто синтронизация с GPS? да, то есть нужно идти с GPS-трекером или с какой-нибудь программой, которая пишет трек и потом на компьютере это привязывать потому что у нее есть своя программа управления и если программа управления на андроиде подключена к камере то камера записывает эти координаты но тогда у андроида очень быстро высаживается батарея потому что он все время рисует эту картинку вот, и поэтому я все время эту функцию отключаю вот, таким образом я считаю, что квадрокоптер это уже устарелая устаревшая идея, это СОО 2017 а панорамная камера это гораздо веселее потому что, когда ты снимаешь на квадрокоптер ты сначала 20 минут стоишь в кустах и боишься, чтобы тебя никто не заметил а потом целый день квадрокоптер с собой ввозишь а с панорамной камер ты целый день катаешься на велосипеде и видишь новые места вот, я фотографирую с таким оборудованием уже где-то две недели в общем, в макпиллере выложил пока мало то есть у меня выработалось только это зелененькая, да? да, но это в месяц за прошлый ну это вообще прошлые два года сейчас у меня макпиллере есть только вот тут в Равенском а можно посмотреть по сравнению с другими пользователями, которые записали треки? так я думал, какой-то чемпион по макпиллере ну, дело в том, что в этом сервисе в Москве только 2-3 человека вместе со мной да, тут в основном тут грузят автолюбители да, то есть сейчас на макпиллере у них появилось новшество в принципе там за последние два года ничего нового не было для нас, в смысле для Осмеров то, что можно использовать за ее сплатно значит, у них недавно совсем вот этой неделе поменялись питоновские скрипты к которым загружаются фотографии и теперь там можно грузить видео разрезанные на кадры с частотой больше, чем 1 кадр в секунду то есть можно более детальные, более часто расположенные кадры получить я так попробовал, но она пока еще не обработалась ну, да, то есть для исключения, хочу сказать, что в принципе снимать на камеру можно я ее использую именно как полуштык погулять потому что я, например, после работы подумал хочу пройтись от сухой, от этой, от Алексеевской кваденха прошел через воры с панорамной камерой нашел два домоенных барака и живую инвалидную мото-коляску без этой камеры я бы в тот район просто не пошел поэтому приобретать эти камеры это более весело, чем квадрокоптеры спасибо за внимание аплодисменты аплодисменты ты заповедник там был, да? да там вот как-то те, кто пригласил их задания, они как-то содействовали тому, то есть они понимали, что в принципе квадрокоптеры официально не разрешены ну это меня пригласил заповедник и я снимал на... на земля заповедник уже? да, то есть они сами пригласили, я снимал на их территории и на их оборудование вопросов там не было? да, ну это земля заповедник, то есть там у него в том и смысле, что кроме работников заповедника туда никому нельзя в полиция не зайдет ну да ну так, не сидел там? нет, там я в этой местности сидел ну вот насчет поездки да, насчет поездки такой нюанс с квадрокоптерами на самолете можно перевозить максимум 2 батареи квадрокоптера, больше нельзя вот то есть если там 3-4, то их нужно отправлять в какой-нибудь службой доставки а можно еще вопрос? ты говоришь, что автолюбители снимают в мобиле это я понимаю с регистраторов? да, с регистраторов да, с регистраторов но там нужен видеофайл и отдельный к нему GPS трек я не знаю, какие форматы сейчас у регистраторов но туда сейчас можно грузить фотографии, смотрите, видео с любой камеры а ты смотрел на OpenStreetCam? я смотрел, там скучно на мобилере стрелочки нажимаешь и изображение красиво переезжает а на OpenStreetCam там просто фотографии как-то на каком-нибудь фотокостинге в общем, мобилере, там просто больше вау-эффекта и для фотографии это важно еще много с тобой приходится батареек паскать для камеры? у меня два пауэрбанка на сколько? самые большие, которые продаются, это 10 тысяч ну, это из тех, что массово а солнечные панели не пробовал использовать? не думал, но мне кажется, что такие обычные аккумуляторы эти пауэрбанки проще, потому что это дешевле то есть, если два пауэрбанка один на смартфон, другой на камеру то на линдинку атреек, как мне